Дарксайдерс 2 Главным героем становится всадник по имени Смерть, который хочет выручить своего брата, восстановить баланс и воскресить человечество. Он совсем не похож на войну, которая был простым и очень пафосным, будто на самом деле он космодесантник. Смерть наоборот дерзок и мрачен. Он не растрачивается на пустую болтовню, а любую проблему встречает гордо и без страха. Нужно победить какую-то очень большую дрянь? Хорошо, давайте ее сюда. Он не знает, что такое отступление. Он живет одним моментом. Чувствуется, что его переполняют эмоции и мысли, но все скрывается за бледной маской. Поэтому именно озвучка делает его таким ярким персонажем. Настолько харизматичным, насколько не был война. Жаль, что русская озвучка не сохранила этого очарования. Ее коснулась распространенная болезнь российских локализаций, когда актеры, видя напыщенный фэнтезийный текст, начинают переигрывать. Автоматически игра становится еще более мультяшной, чем есть на самом деле. Открывай врата. Пройдешь, пока я жив. В отличие от первой части, вторая это стопроцентная фэнтези. На протяжении десятков часов смерть путешествует по различным мирам и лишь однажды посещает разрушенную землю. Причем этот эпизод очень выбивается среди остальных. Садник получает возможность стрелять из пулемета или ракетницы. И внезапно игра превращается в мясной экшен от третьего лица, в котором только ливень, искры, сотни трупов и больше ничего. Длится эта резня полчаса, от силы час, но не поверите, это невероятная разрядка. В остальном игра иная и мало похожа даже на первый Darksiders. Из слэшеров, которым иногда нужно было решать головоломки, разработчики сделали экшен-РПГ, где почти все время только и делаешь, что решаешь эти самые головоломки. Простой путь, например, к древу жизни или к особым ключам, оборачивается чередой многочасовых квестов, в которых нужно что-нибудь добыть, кого-нибудь найти и что-нибудь включить. Раз за разом смерть останавливают персонажей, знающие ответы, но требующие сначала выполнить их просьбу. И начинается. Найди три камня или найди трех дезертиров. Приходишь к одному из них, а он, да, хорошо, пойду, но перед этим собери мне три души, вон тебе три дороги. Вот эта схематичность основных заданий – один из двух недостатков Darksiders 2. Другой недостаток – это провисание. Авторы абсолютно не следят за темпом, особенно в начале и в середине. Иногда забываешь, зачем, собственно, сюда пришел. Настолько все монотонно. А еще и музыка бывает вместо того, чтобы взбодрить, наоборот. Старается расслабить и успокоить. Хотя куда уж. С другой стороны, задачки постоянно изменяются. Прыгать по столбам, кидать бомбы, бегать и ползать по стенкам – все это было в первой части, но этим не ограничивается. То нужно управлять древними машинами, то катать шары, то использовать призраков, чтобы запустить сразу несколько механизмов. Потом смерть сможет раздваиваться сам. А дальше так и вовсе похоже на Портал и его клон Quantum Conundrum. Все это не глупо и разнообразно. А музыка сама по себе просто прекрасна. Она может быть спокойной и атмосферной, как в Скорим, а может задавать прямо-таки вестерн. Битвы с боссами она делает невероятно эпичными и даже драматичными. Когда дело доходит до рукоприкладства, Darksiders играет всеми красками. Сначала летят искры и брызжет кровь, затем уже начинается калейдоскоп, черт разберешь. Но красиво. Самые разные твари набрасываются группами на героя, но теперь значок добивания появляется реже, а комбо практически не имеет значения. Как уже говорилось, это не слэшер, а экшен-РПГ. Пусть и очень урезанное. Из врагов, сундуков и кувшинов вываливаются деньги и вещи. Сундуки, одинокие печальные противники и очень живописные пейзажи едва ли не все, что можно найти на огромных локациях, если захочется их исследовать. Есть еще торговцы, у которых можно купить местные эликсиры, броню, оружие и тому подобное. Но обычно как раз они по дешевке покупают барахло, которое в огромных количествах скапливается в карманах смерти. Потом, когда денег у героя кажется много, можно купить самую лучшую косу. Или можно купить кота в мешке у старого знакомого Вульгрима. У него попадаются интересные вещи. В конце концов, можно самому улучшить свою косу талисманами. Или это может сделать ваш друг, который тоже купил Darksiders 2. Есть специальная почта, с помощью которой игроки могут обмениваться вещами. Тем не менее, это не экономическая игра Diablo 3. Всех победить можно и не забивая себе голову тем, какие сапоги лучше. Будет, конечно, чуть-чуть труднее, но намного больше успех зависит от прокачки. Есть две ветки развития. Можно улучшать боевые качества самого героя, или отряда, который он способен вызывать. Черти, приходящие на помощь, особенно полезны. Они не только отлично отвлекают врагов. Если хорошо их прокачать, то даже боссов можно проходить, не слишком напрягаясь. Много чего есть в Darksiders 2. На удивление, очень большая и стильная игра получилась. Важно только сразу приготовиться к тому, что путешествие может показаться слишком долгим. Всего хорошего и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok